Алексей Ефремов единственный мужчина среди участников конкурса. Желание стать парикмахером появилось еще в детстве, но семья железнодорожников его не одобрила. Поэтому поступление молодого человека в 114 училище стало для его родителей неожиданностью. Я узнал, что здесь обучают в 114 парикмахеру. И я пошел сюда, сдал экзамены, прошел. И 1 сентября я сказал папе о том, что я уже учусь в 114 лицее. Но сначала он, конечно, покричал, но потом ничего. И так вот я отучился и все, и начал работать. Конкурс Орехово-Зуево «Фэшн-Лук» – своеобразный трамплин для мастеров индустрии красоты и тех, кто только готовится и не стать. Здесь каждый может почувствовать себя творцом, создавая неповторимый образ для модели. Это очень важное событие и для техникума, и для нашего города. Почему для города? Потому что конкурс проводится именно на кубок главы городского округа Орехово-Зуево. Именно глава проявила инициативу возобновить такие конкурсы. И это, конечно, очень важно для развития малого и среднего бизнеса, для развития парикмахерского искусства в городе. Для меня это очень важно, потому что в большинстве конкурсантов сегодня присутствуют выпускники нашего техникума прошлых лет. Сегодня тоже нужны парикмахеры городу, и очень многие парикмахерские и парикмахерские салоны просят у нас именно готовых специалистов в парикмахерском искусстве. Поэтому если нас обязательно увидят школьники, выпускники 11 классов, пусть они подумают. Это очень хорошая профессия, которая несет красоту всем жителям города Орехово-Зуево, да и не только. Каждый участник выбрал свою номинацию. Кто-то предпочел сделать мужскую коммерческую стрижку с элементами креатива, а кто-то выбрал вечернюю прическу на длинных волосах. В это время гостей мероприятия ожидал мастер-класс от компании Estelle Professional, которая уже не один год сотрудничает с социально-технологическим техникумом. Сотрудники компании делятся наработанным опытом, помогая молодым парикмахерам освоить профессию, а преподавателям повысить квалификацию. Estelle Professional – это одна из лидирующих косметических фирм нашей страны. Мы поддерживаем российских производителей, поэтому с удовольствием с ними сотрудничаем. И они с удовольствием приезжают к нам и учат наших парикмахеров творить, наверное, красоту, чудо. В нашем техникуме мы уделяем особое внимание вот таким встречам. Это важно, это интересно, это подстегивает к новым идеям, к новым возможностям не только наших студентов, но и, наверное, всех парикмахеров нашего города. От пытливого взора компетентного жюри не ускользнуло ничто. Креативность, качество и техника исполнения, целостность образа, соответствие требованиям современной моды – все это повлияло на оценку работы конкурсантов. Все участники сегодняшнего конкурса – люди талантливые, люди, которые прошли обучение, многие уже нашли реализацию своим навыкам и знаниям, многим еще это предстоит, себя реализовать в профессии. Но сегодня во время конкурса вы себя проявили. Мы получили результат, так сказать, на головах, на лице, на теле, и пришло время подвести итоги. В разных номинациях победителями стали Марина Чернова, Евгения Коршунова, Анастасия Косых и Екатерина Салабаева. Все участники конкурса получили подарки от компании «Эстель Профессионал». Лучшим вручили кубки главы городского округа. Впереди победителей ждет конкурс «Просторы Подмосковья» на кубок губернатора Московской области. Вот такая вот красота.